Я недаром в начале пресс-конференции сказал, что сейчас пристальное внимание средств массовой информации областных к нашему городу, то есть это такая искусственно, повторяюсь, я очень хочу дважды подчеркнуть это слово, искусственно созданная политическая горячая точка на карте Свердловской области. У нас есть определенные политические несоответствия взглядов между некоторыми представителями депутатами в Первой городской думе и другими депутатами в Первой городской думе и исполнительной властью. На мой взгляд, еще раз говорю, что ситуация нагнетается искусственно, именно по политической ситуации, и вот это расшатывание лодки, оно никому не нужно. Но в то же время, что касается публичных слушаний, мы обсуждали эту тему. Не секрет, сейчас уже практически, я думаю, что все карты открыты и маски сорваны по поводу того, что существует определенная сила в городе. Это Андрей Ильич Комаров, акционер ЧТПЗ, по поводу того, что он хочет изменить политическую систему в городе таким образом, чтобы и исполнительная власть, и законодательная подчинялась только финансово-промышленной группе ЧТПЗ. Соответственно, инициируется... Сейчас у финансовой группы ЧТПЗ есть большинство в Думе, простое большинство в Думе, неквалифицированное. Но в то же время хотелось бы пролоббировать ситуацию, когда можно было бы и контролировать исполнительную власть. Для чего это делается, ну, можно будет только догадываться. Поэтому мы обсуждали возможности проведения публичных слушаний. Вообще, насколько это целесообразно, я высказывал свою точку зрения о том, что я все-таки придерживаюсь старой системы управления городом. И безотносительно того, что, допустим, Переверзев сидит на посту главы города Иванов, Петров, Сидоров. Не важно. Важен сам принцип подхода. Мы сейчас нарушаем общий страновой тренд. А общий страновой тренд такой. Об этом нам говорит и президент, об этом нам говорит, то есть и партия «Единая Россия» говорит об этом, что выборы как губернаторов, выборы глав должны быть все-таки всенародными, прямыми, то есть чтобы у нас не было в тех или иных местах семи боярщины. А то, что, на мой взгляд, все-таки система сити-менеджеров, ну, давайте посмотрим по Свердловской области, где хоть в одном городе можно сказать, что институт сити-менеджеров сработал на четыре. Хотя я уже читал, ну, некоторые интервью наших, значит, местных политиков, пероуральских, которые говорят о том, что есть плюсы по введению системы сити-менеджера. Это весьма спорный момент, весьма и весьма. Недаром сейчас, я еще раз говорю, что общий страновой тренд – это отказ от этой системы.